До 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами, гаражами или машиноместами, необходимо заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Уведомление налоговая служба разослала еще осенью. Правда, если письмо не дошло, то ответственность все равно лежит на налогоплательщике, а не на ведомстве. Если же налог до 1 декабря уплачен не будет, то уже со 2 декабря начнут начисляться пени. Зато у тех, кто не согласен с суммой, есть больше времени на то, чтобы заплатить налог, а затем добиваться справедливости. Обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до сих пор. С 1 декабря получить штраф могут водители, поменявшие резину на зимнюю, но не наклеившие на свой автомобиль знак с буквой «Ш». Изменения в правила внесли из-за разницы в долине тормозного пути у автомобиля с зимними шипованными колесами и с обычной летней резиной. Переобутая машина на зимней дороге останавливается быстрее, так что в случае экстренного торможения водителю, следующей сзади машины с летними колесами, может просто не хватить времени для того, чтобы избежать столкновения. Кроме того, участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмущение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли в случае, если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей. С 1 декабря это ограничение снимается. Хорошие новости ждут пассажиров общественного транспорта. Поездки на нем должны стать более безопасными. В силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом. Теперь перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную, будут специальные контролеры. Правда, поскольку контролеров выбирают сами перевозчики, пока не ясно, насколько эффективной окажется эта система. С 1 декабря будет введено временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. В Россельхознадзоре объяснили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста. Запрет коснется свинины, а также мяса крупного рогатого скота. Сразу два изменения в начале зимы будут введены по инициативе Минстроя России. Так, ведомство представило методику расчета стоимости работ по капремонту. На ее основании все регионы к декабрю должны были провести перерасчет. Это было сделано на фоне массового недовольства россиян суммами, которые ежемесячно начислялись им за капремонт. Более прозрачными также могут стать цены на рынки строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд параметров, в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование стройтехники и оплату трудорабочих. Подотчетными становятся даже данные о тарифах на грузоперевозки по железной дороге. Предполагается, что все это позволит ужесточить контроль за ценами на строящееся жилье. И последнее. Клиники и больницы, получившие общую медицинскую лицензию по направлению акушерства и гинекология, больше не смогут производить аборты. 1 декабря вступает в силу постановление правительства. По нему оказывать такие услуги смогут только медучреждения, получившие специальную лицензию. В Минздраве рассчитывают таким образом наладить учет клиник, оказывающих подобные услуги.